С 1 января 2017 года в связи с введением новой системы расчетов общедомовых нужд у жильцов многоквартирных домов резко выросли суммы в платежках. Так, например, в Оренбургской области сумма платежа за электроэнергию увеличилась более чем в пять раз. И это еще не самый высокий показатель. В Общероссийский народный фронт каждый день поступают многочисленные обращения граждан. Обратились за помощью к активистам ОНФ в Ненецком округе и жильцы дома по улице Первомайской. В проблеме жильцов попыталась разобраться и наша съемочная группа. Ежемесячно на горячую воду, на холодную воду уходит по 17 кубов воды. То есть в целом 34 метра кубических воды у нас уходит на общедомовые нужды. При этом техничка берет воду с системой отопления. Нам просто непонятно, куда уходит эта вода. Или она испаряется, или какие-то утечки. Но какие могут быть утечки, если у нас котельная в соседнем доме? Куда утекло столько воды, а вместе с ней уплыло и собственных денег. Волнуют не только Людмилу Мысову, но и всех жильцов дома номер 32 по улице Первомайской. Последней каплей в этой мутной истории стала полученная за март квитанция. Количество общей потребленной воды в ней осталось таким же высоким, как и за предыдущие месяцы. Мы обращались и в управляющую компанию, и в госстрой жилнадзор, и в управление по ценам писали. Там у нас тоже другие вопросы были параллельны. И в администрацию города, и в прокуратуру. Но мы ответа внятного не получили. Чтобы наконец получить чёткий ответ, жильцы дома обратились к представителям Народного фронта. Больной вопрос обсудили с представителями прокуратуры, жилищного надзора и ресурсных организаций на заседании рабочей группы Общероссийского Народного фронта «Качество повседневной жизни». Мы хотим как-то всё-таки здесь найти пути решения выхода из данной ситуации, потому что действительно обращений очень много. И если даже это как-то законно, чтобы жителям пояснили соответствующие органы власти, которые формировали данные нормативы. Эти нормативы, согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, разрабатывают сами регионы. В нашем округе они утверждены постановлением окружной администрации от 17 августа 2012 года. С этого года, согласно Жилищному кодексу России, размер расходов граждан по содержанию общего имущества в многоквартирном доме не может быть выше установленных нормативов. Как пояснили нам в госинспекции строительного и жилищного надзора НАУ, сделано это было из-за того, что граждане часто жаловались на управляющие компании, которые бесконтрольно использовали ресурсы дома. Такие нарушения, к сожалению, бывают. И в связи с этим у нас система начисления платы за коммунальные услуги, она с этого года немножко изменилась. Чтобы жителям не было начислений выше, чем норматив определенный. В этой части закон жителей защитил тем, чтобы они не оплачили услуги тех недобросовестных жильцов, которые что-то не передают показания. При этом жилищный кодекс дает управляющим организациям право выставлять жителям платеж за общедомовые нужды не по приборам учета, а по нормативу потребления коммунальных услуг. Так происходит в том случае, если в договоре между жильцами и управляющей компанией не прописано условие о взимании платы по фактическому потреблению воды, электричества и водоотведения. Происходит и так, что порой жители просто не имеют доступа к общедомовым счетчикам, как жильцы дома по улице Первомайской. И поэтому они не могут проверить правильность своих предположений относительно потребленных ресурсов на ОДН. Вот почему в квитанциях за этот год у многих жителей округа сумма за общедомовые нужды существенно выросла по сравнению с прошлогодней, рассчитанной по счетчикам. Ведь норматив потребления установлен достаточно высокий. Именно по этим нормативам управляющая компания «Дренмарстрой», которая относится к дому по улице Первомайской, и была начислена оплата. Тариф утвержден администрацией города, рассчитан по нормативам, которые утверждены от 1 ноября 2016 года. То есть это постановление правительства за номером 1498 от 26 декабря 2016 года. Есть общая площадь нежилая и жилая. По формуле, то есть существует формула, места общего пользования квадратов умножаются на стоимость, умножаются на цену до одного квадратного метра. Это все делится на квадраты общей и живой площади. И отсюда получается тариф. На каждом доме тариф разный. То есть где-то может быть площади очень много, где-то площади нет общей. Кстати, сама управляющая компания с ресурсоснабжающими организациями будет рассчитываться в соответствии с показаниями общедомовых счетчиков. От таких нововведений и нестыковок в законах, как оказалось, простые граждане страдают по всей России. Вот и у жильцов дома номер 32 по улице Первомайской сложилась ситуация, когда фактическое потребление коммунальных ресурсов для общедомовых нужд оказалось ниже норматива, а платить пришлось все равно по максимуму. Ирина Нежалова, Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».